Московские специалисты помогают крымским диабетикам. В рамках проекта Общероссийской общественной организации инвалидов и эндокринологического научного центра Минздрава страны в Симферополе проводят обследование пациентов с сахарным диабетом. Цель акции – помочь подобрать оптимальный курс лечения, а также создать основу регистра пациентов с сахарным диабетом в крымской столице. Подробнее о проекте в репортаже наших корреспондентов. Акция началась еще 27 мая. Специалисты проводили обучающие конференции для бендработников полуострова по диагностике и лечению диабета. А с 30 мая начался уже сам процесс обследования больных. У детей детских и взрослых, взрослых диабетолог, то есть не просто эндокринолог, а человек, который занимается именно узкодиабетом. Входит специалист по диабетической стопе. Это вообще профессия уникальная, служба диабетической стопе в Крыму пока не очень развита. И, наконец, осматривает обязательно офтальмолог, потому что именно на глазном дне развиваются наиболее раноосложнения диабета. Больных отобрали по госрегистру сахарного диабета. Всего специалисты планируют обследовать около 130 взрослых и около сотни детей. Пациенты, которые уже прошли прием, очень довольны. Высококвалифицированные специалисты не просто осматривают больных, но и помогают подобрать оптимальный курс лечения. Я болею 35 лет с сахарным диабетом, продолжаю работать, продолжаю ращу своего сына, которому 9 лет, и хотелось бы и дальше еще сохранить свое здоровье и полноценно жить под достаточным контролем хороших специалистов. Очень своевременно и очень существенно, которое облегчит жизнь многим больным. У нас таких специалистов нет и очень трудно получить квалифицированную помощь. А трудно потому, что в Крыму зарегистрировано около 55 тысяч больных диабетом. И на это количество приходится всего 25-27 эндокринологов. То есть нагрузка на каждого специалиста составляет около 2000 человек. Над этой проблемой уже работают в Министерстве здравоохранения. Хотят нам привести в соответствие и все необходимые документы. Наши все специалисты будут активно и интенсивно работать над приведением регистра больных с сахарным диабетом в соответствии с требованиями нормативной базы Российской Федерации. Акции продлится до 3 июня. Специалисты считают, что она поможет привлечь внимание к проблеме диабета в регионе, улучшить ситуацию с лечением и даст возможность лучше подготовить местных медиков. Эдуард Здоров, Иван Ковалев. Время новостей.